Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Гульнара, спасибо, что заглянули на мой канал. На этом канале я делюсь своим путем в поступлении за рубежом, это моя мечта детства. И я делюсь своим экспириенсом, опытом, который я уже получила, и какие шаги я уже выполнила, и опытом, и планами на будущее, как я вообще планирую исполнить свою мечту. И этим я планирую делиться с вами на своем канале. Если у кого-то очень похожие мечты, какие-то, может быть, похожие цели, то подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что у нас с вами получится очень такой интересный комьюнити, где мы будем друг друга заряжать, наполнять и мотивировать. Значит, прежде всего, поделюсь опытом, которым я уже приобрела. Это я поступила в Назарбаев университет на программу магистратуры в области leadership education, то есть лидерство в образовании. Основной мой, как сказать, major — это high education, да, высшее образование. То есть там я буду изучать больше высшее образование, нежели там школьное или еще какое-то другое. На самом деле, эта область мне больше всего интересна, потому что я очень много изучаю образование, тему образования высшего именно в Казахстане и в США, например. Это интересная, на самом деле, тема для меня. И именно поэтому я хочу дальше продолжать обучение после магистратуры. Я планирую поступить в США на докторантуру и изучать эту тему, продолжать изучать эту тему. На самом деле, поступление в США для меня — это всегда была мечта с детства. И она какая-то была для меня несбыточная, на самом деле, потому что когда я потом начала мечтать и задумываться, тогда еще не было всего то, что есть сейчас, того объема информации полезной, и не только, которая помогает людям достигать своих целей или достигать своих мечт. Так вот, сейчас это все стало достаточно реально, и сейчас мой путь состоит из того, что мне нужно закончить магистратуру. Естественно, я буду выполнять другие шаги для поступления, искать вуз, куда я буду поступать, сдавать международные тесты снова, которые я уже сдавала. Поэтому я спланировала это все так, чтобы это было все не остросово, чтобы это все было плавно, чтобы это все было экологично. Я сейчас уже начала готовиться к IELTS, и я буду на канале рассказывать про экзамен IELTS, про свои трудности в подготовке к экзамену. И я также хотела бы сдать экзамен TOEFL, особенно сейчас, когда его немножко переформатировали. Сейчас он уже не три с половиной часа, а всего лишь два часа. И я его раньше не сдавала, поэтому я хотела бы его сдать. Конечно же, я буду выполнять другие шаги, писать мотивационные письма, письма, собирать рекомендательные письма, искать адвайзера, потому что докторантура — это всегда про адвайзера, который будет тебе помогать писать твою диссертацию. Это достаточно такой богатый объем информации, который я бы хотела сохранять как для себя на канале, так и делиться с людьми, у кого похожи цели, желания, мечты. Поэтому если у вас что-то совпадает с этим, тогда подписывайтесь на канал. Думаю, вы здесь найдете для себя что-то полезное, интересное. Ну и, конечно же, я обязательно буду записывать влоги с Назарбаев университета, как вообще там у меня проходит обучение, что у нас там есть, вообще какие мероприятия, какие трудности, опять же, то, что нравится, не нравится и все остальное. Поэтому если вам все это интересно, если вы в этой теме, пожалуйста, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки на видео, потому что алгоритм Ютуба работает именно так. Чем больше лайков в комментариях вы поставите, тем больше людей увидят это. На сегодня я хотела немножечко поделиться с вами, помимо того, о чем я буду говорить на канале, больше теперь всего, как бы я немножко определилась с нишей, потому что до этого я не знала, о чем именно говорить. Сейчас я понимаю, о чем я хочу больше всего говорить. Рекомендации от меня, как готовиться с учителем или без, в принципе, вполне возможно готовиться. И самостоятельно. Я в данный момент готовлюсь и самостоятельно, и с репетитором онлайн. Вот, на группе, это мне больше даже и нравится, когда у вас группа, у вас одинаковые цели, поэтому вы друг друга помогаете, подбадриваете, мотивируете, да. И, соответственно, я вот занимаюсь в школе Alexa Lingua School с репетитором по IELTS в группе. Все контакты этой школы я оставлю под видео. Есть ли у меня какие-то трудности? На самом деле, да, IELTS экзамен дается мне нелегко. Именно поэтому в магистратуру я поступила в Назарбаев университет не сразу напрямую, а через подготовительный год, который я уже отучилась. И в этом году начнется уже сама магистратура, предыдущий год. Я записывала видео, кстати, на канале. Видео-фидбэк оставляла о NUZIP, да, о годе подготовителям, который люди проходят, если чуть-чуть не добирают IELTS. Поэтому посмотрите, я оставлю обязательно ссылку в описании к этому видео на фидбэк об этом подготовительном годе. Мне, на самом деле, overall, если сказать, то мне очень понравилось. Вот. И, в принципе, в целом это все. Если вам интересна эта тема, интересное поступление за рубеж, тема, если вам интересна тема IELTS TOEFL, английский язык, магистратура, graduate school вообще в целом, то подписывайтесь, пожалуйста, на канал и оставляйте комментарии. Я с удовольствием буду общаться, потому что я стараюсь отвечать на все комментарии под моим видео. Все. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok